Герта Ботте – одна из самых жестоких нацистских надзирательниц. Будущий кошмар заключенных родилась в 1921 году в городе Тетерове. С началом войны Герта устроилась медсестрой в госпиталь, но уже в 1942 году по предложению знакомого офицера она оказалась на обучении в концлагере Равенсбрюк. Блестяще закончив обучение, выпускница была направлена в Штутгоф, где проявила все свои ранее скрывающиеся садистские черты. Герта Ботте дала по-настоящему развернуться своей садистской натуре. Она лично избивала заключенных, сама определяла, кого отправить в газовую камеру, за что получила прозвище «штутговская садистка». В 1944 году Ботте перевели в концентрационный лагерь Бромберг-Ост, а в конце января 1945 года она была назначена надзирательницей в так называемом «марше смерти». Это был переход узников до лагеря Берген-Бельзин, в ходе которого огромное количество заключенных погибли от истощения болезней, голода и издевательств. Далее произошло довольно удивительное событие. В апреле того же 1945 года Берген-Бельзин по личному приказу Гиммлера был передан союзникам. Дело в том, что в лагере Берген-Бельзин возникла серьезная опасность эпидемии Тифа. Вероятно, расчет состоял в том, чтобы заразить и войска союзников. План не удался, а все надзиратели и охранники, включая Ботте, были арестованы. Самое невероятное в том, что во время Бельзинского судебного процесса Ботте пожаловалась, что ее заставили перетаскивать трупы погибших, не выдав перчаток, из-за чего она могла заразиться какой-либо инфекцией. Суд, на удивление, не нашел доказательств вины Ботте, поэтому она получила всего 10 лет заключения. По факту, отсидев только 6, штутговская садистка Герта Гертруда Ботте скончалась только в 2000 году, в возрасте 79 лет. До самой смерти она так и не признала свою вину, считая, что просто исполняла приказы руководства.